Ребятки, всем здрасте. Ой, кто тут бегает? Кто тут бегает в трусях? Всем здрасте, всем здрасте. Вы на канале Пиратская Жизнь. Ой, сейчас ходили, короче, в магазин, сделали огромную-огромную закупку, много всего вкусного купили. Смотрите, что взяли на весер. Вот, видите, зашли в магазин, называется Пиво Ман. Пиво Ман, и что мы там взяли, девочки? Это очень вкусный морс, у них он очень вкусный. Мы вот его берем вместо, знаете, пива. Так как мы сейчас стараемся особо не пить. У меня, во-первых, сейчас нельзя, я принимаю таблетки, ну и в Вован вообще нельзя поприваю. Ну, так, знаете, побаловаться что-нибудь таким вкусненьким у себя. Конечно, воду каждый день пить не будешь, и хочется чего-то вкусненького. Вот, зашли, взяли, короче, вот такой вот морс, 3 литра, по 89 рублей у них. Очень вкусный морс, нам очень нравится. Вот, взяли еще, там мужчина до нас брал какое-то вот такое пиво безалкогольное, 0% сладовар у них там есть. Вот, взяли чисто по бутылочке попробовать. Очень интересно, какой-то он, так, видите, пшеничное, мутненькое. Вот, еще, конечно, закусантик, так что. За пивом, за пивом, са-цам, ла-лай-лай, а ночь не пошел за пивом. Вот, Барихинский пивоваренный завод. Вот, первый раз увидели. Мужчина до нас брал, смотрим, какой-то безалкогольный, мы такие, ох, заинтересовались. Странно заходить, знаете, в магазин, где разлюбное пиво, и видеть там безалкогольные какие-то напитки. Вот, и взяли чисто по одной бутылочке попробовать. Вот так вот. Ха-ха-ха. Немножко побалусь. Все-таки сегодня пятница, девочки, пятница, развратница, как говорится, алькогольная закуська, закупка, да, у нас. Также еще взяли, знаете, нам очень нравится, это у нас карпаччо из свинины, и карпаччо, и курица, очень вкусная. Знаете, мы его режем, Вовка режет его мелкими-мелкими такими полосочками, и мы его как это, чипсики такие вкусненькие, вместо картошки и так далее. Здесь вот у нас немножко свинины, смотрите, вот такие вот кусочки вкусненькие, видите, это вот свининка. Вон, с регустацией. Вкусно. Вот это у нас курочка тоже. Она, по сути, знаете, как карпаччо, такое сыровяленое мясо. Вот, здесь из грудки, а это, я так понимаю, с карбонатами делают. Тоже вот такие вот кусочки. Вам показать это. Вот. Вот такое вот мяско, очень вкусное. Так, попробуем. Какой плюс, что я постоянно все распаковываю? У меня, как и все, право первой ночи. Ммм, вкуснятина. В общем, знаете, можно жить и без пива. Алкогольного. Тем более, знаете, в последнее время, что-то мы тут взяли неделю-две назад пиво. Как-то я попила, и что-то мне не было вот этого кайфа, не было вот этого драйва, когда, вы знаете, когда вот пьешь пиво, и ты прям кайфуешь, да. Вот. И просто вот хочется какой-то вкусняшки под сериальчик, но такой, чтобы не приносил особо вреда. Конечно, тоже не самое полезное, вот, но, скажем так, больше пользы, меньше вреда, чем какое-нибудь алкогольное пиво. И вот, знаете, в прошлый раз взяли рыбу соленую, прям вообще мне после нее так тяжело было. Вот. В общем, вот это вот все, вот это морс, два пива и мясо, так сказать, закуска нам вышло в 1089 рублей. Вот так вот. Ну, мясо не дешевое, 150 рублей за 100 грамм, мы взяли по 200 грамм. Вот. Это все. Еще также зашли в спар. Девочки, там потратили кучу денег, кучу, реально, 4400. Вот, ну, взяли много всего. Так, сейчас надо и поднять неподъемный Вовкин рюкзак. Как он это все допер, я прям не знаю. Он вот нес, и у меня такое ощущение, что его прям вот назад откидывало, понимаете. А здесь у нас и картошка, и овощи всякие. И килограмм 10, наверное, весит. Я вот сейчас вот чуть подняла, блин, на этот. Слава богу, я его не несла. Вовка сейчас такой, что нес вообще все тащит, тащит, как это. Причем у меня все выхватил. У меня там самый-самый легкий пакетик, там буквально килограмм. Вот. Сам нес. Здесь вот одни бутылки, здесь другие там пакеты. Сзади вообще вот этот вот рюкзак огромный. Как донес? Я думаю, у него пупок развяжется. Не, молодец, тащит. Так же, своя, ноша не тянет. Вот думаю, знаете, девочки, выгоню его. Кто будет мне продукты потаскать? Непонятно. Так, взяли, короче, смотрите. Взяла помидоры, такие вот дагестанские, вкусные, хорошие. Они, в принципе, такие плотненькие. Ну, не самые, конечно, свежие, не самые лучшие, но мне нравятся. Вот. Здесь у нас где-то, по-моему, килограмма полтора по 259 рублей вот такие вот помидорки. Вкусненькие. Да, кстати, кому интересно, вот такое вот пиво стоит 62 рубля. Вот. Оно ведь такое мутное, такое красивое. Попробуем. Потом скажу, стоит вообще брать, не стоит брать. Вообще-то, знаете, когда вот берешь безалкогольное пиво, как бы вкус как будто лимонад. Вот, да, то есть вот кайфа не испытываешь. А, еще там, кстати, сейчас были, стояли, все смотрели. Там, знаете, банка такая трехлитровая, а внутри, ну, пиво вот этот разливное, да, и внутри прям, знаете, плавают шишки вот эти вот, которые, как их, шишки солода или что-то такое там. Вот. И так интересно смотреть вообще. То есть, знаете, прям вообще здорово. Ну, алкогольное мы брать не стали. Так, дальше, еще взяли перцы. Перцы, кстати, вообще подорожали. 269 рублей. Одно время было, что они были по 220, там, что-то такое. Взяли по 269 рублей вот таких два перчика. Бог хочет какой-то сделать очень вкусный суп. Вот, говорит, что у нас там стоят, что сделаю суп харчо. Не харчо какой-то, да, а суп гуляш хочет с говядиной сделать и так далее. Так, дальше, что еще у нас тут? У нас здесь огурцы. Вот, огурцы. Кстати, девочки, снова подорожали, реально. Вот, огурчики стоят вот эти вот 329 рублей, а еще одни там свежие какие-то, знаете, аж цветочками. Стоят, сколько? 369. Вообще жут, жут. Цены опять пошли вверх. Так, вот это вот то, что вам тащил. Дальше, что еще взяли? Взяли говядину. И сегодня у нас мясная пятница в спаре. Вот, говядина шея по 549 рублей 90 копеек. Здесь получается килограмм 300. Вот, очень хорошее мясо. Вот стояли, выбирали. Говядинка прям, смотрите, какая-то мясистая такая, отборная прям. Кстати, от нее прям, знаете, пахнет? Прям таким парным мясом. Прям шикарнейшее мясо. Так, дальше, что еще? Взяла, я, знаете, старалась брать по чуть-чуть, а все равно вот так вот берешь по чуть-чуть, берешь, а в итоге все равно много получается. Вот, еще взяла лук. Лук не помню, по чем стоит. Ну, сейчас там это будет. Ну, где-то средняя цена. Да, еще также зашли, короче, в аптеку. Взяли Forte D3. Вот такой вот, я сейчас пью таблетки. Мне назначили 4000 дозировку, вот, 30 капсул. Стоит 900, по-моему, 80 рублей. Мне предложили там какой-то вариант, какой-то другой, там, но дозировкой тысячи. Говорят, вот, возьмите, типа, 250 рублей стоит, но дозировкой тысячи. Я так посчитала, вот такой даже выгоднее брать. Так что, какие вот витаминки себе взяла. Это у меня те уже заканчиваются, месяц. Я их уже практически пью. Вот, надо еще эти. Так, дальше, еще взяла морковку. Морковку очень хорошая, очищенная, мытая, такая хорошая морковочка. Классная. Ну, знаете, морковь, лук, картошка, что там еще? Морковь, лук, картошка, это, знаете, стандартный набор, который, мне кажется, должен быть в любом доме. Потому что это и там на мясо, и на суп, это всегда, всегда все идет. Так, еще вот здесь у нас, здесь аккуратненько, картошечка. Вот, смотрите. Причем наша, нижегородская, девочки. Очень хорошая картошка. Взяла по 49 рублей. Мытая картошка, отборнейшая. Все. Здесь, по-моему, килограмма два или три. Написали, вот это вот все. Вот, смотрите, вот это вот все внес в ванну. Да, давайте спим. За пивом, за пивом, ца-цам, ла-лай-ла-лам. Так, еще у нас здесь два пакета. Так, вот этот пакет внес тоже в ванну. Ну, как он донес, я не представляю. Вот здесь огромнейший чек. Смотрите, видите, такой длиннющий, длиннющий, большой. Ой, так, навалили что-то мы тут все на эти, на яйца. Так, ну, конечно же, сардельки, ловкины. Смотрите, получили на 225 рублей по 419. Очень хорошие сардельки. Берем, Валан обожаю. Так, что еще взяли? Взяла вот такой еще паштет. Стоит по 399 рублей за килограмм. Это паштет мясной с гранатовым соусом, черно-шихинские колбасы. Вот такой паштетик. Видите, взяла попробовать, чисто на хлебушек, намазать по утрам. Самая тема. Дальше. Сейчас на ужин, думала, какой гарнир. Вот. В итоге взяли плов узбекский. Да, девочки, садись у. Плов узбекский. Вот, взяли, сколько тут у нас получается? 400 грамм. Он по 489 рублей в спаре. Какой-то плов узбекский барайный на мангале. Вот, типа настоящий. Написано узбекский плов. Честно, тысячу лет не пробовала такой плов. Так что возьмем, попробуем все. У нас там как раз курочка есть, там все дела. Вот. Еще также взяла кисель вот такую. Что-то я взяла кисель, а потом шли в магазин, и он говорит, пойдем купим морс. Ну и вот. Но кисель тоже пригодится. Он долго стоит, как говорится, и кушать не просит. Вот я взяла сразу парочку. Так вот берем, чтобы не мешал. Так, взяла еще по акции. Очень хорошая акция была. 169 рублей. Вот такие вот прокладки ежедневные. Мне очень нравится. Свежесть, комфорт, позитив. И вообще все самое хорошее. Вот такие вот салфетки. Здесь 60 штук. Надолго хватает. Знаете, там, иногда по 2-3 раза в день меняю. Так, чисто вот. Чтобы была свежесть и комфорт. Да. Так. Яйца, 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 яйца. Кстати, знаете, стояла сейчас яйца, выбирала. И вот такие вот яйца стоят с пары 97. Это С0. Ну, отборные, да. Вот. А еще была, еще были одни яйца С1. И стоили 94. Я такая, ну, возьму ценой. Потому что, во-первых, эти крупнее и лучше. А те, как-то вот странно, что они всего разница. Сколько? А, 3 рубля. Вот. Зерновой откорм. Экстра АЕБ витамины. Вот. Ну, яйшенцы мы часто делаем. Так что, дела. Просто не смогла пройти мимо. Очень мне нравятся помидорки черри. Вот. Были по 149. Вообще, кстати, заметила. Стоят вот эти, знаете, стаканчики помидорки черри. И что-то дорого стало. Знаете, стоит. Сейчас не дамся, не даст бог соврать. 199 рублей. Вот. А вот такие 149. Вообще, я заметила, конечно, вот даже помидоры черри и то подорожали. В общем, все дорожает, девочки. Все, все, все. Вот. Вован взял себе вот такой дизодорант. Тоже была акция. Не помню. 169 рублей, по-моему, Рексона Мэн. Что тут дам? Так, ну-ка. Какая тут схема-то? О. Вроде неплохо. Рексона Мэн. Антисперант. Свежесть душа с антиоксидантами. Никогда не подведет. Дерзкий апельсин и океанский брыз. Девочки, 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 да. В общем, мы, как говорится, делаем подарки себе сами. Так, дальше. Я взяла баночку тунца. Тунец, кстати, стоит 109 рублей. Вот, там был разный тунец, был и в масле, и натуральный. Вот, натуральный, кстати, намного меньше было в основном в масле. Я хочу сделать салат. Я, знаете, листала там некоторые рецепты. Мне понравился один рецепт. Вот. Тунец, огурцы, яйца, майонез, соль, перец. Все. Вот такой классный рецепт. Легкий, простой. Вот хочу сегодня на ужин сделать вот такой вот салатик. Так что вот, сегодня сделаем. Так, дальше, что у нас тут еще? Кефир. Девочки, кефир. Постоянно охочусь за свежим, хорошим, вкусным кефиром у нас в спаре. Вот. И сегодня, смотрю, женщина расставляет вот этот кефирчик. Вот. И смотрю, прям, вот знаете, сегодняшняя дата. 4-е, 0-2-е, 22-е. То есть, он наиболее свежий. То есть, 3,5%. Очень вкусный наш городецкий кефир. Прямо обожаю его. Мы с Вовчиком периодически там по стаканчику перед сном, когда, знаете, не хочешь что-то тяжелого есть и вообще там поддержать пищеварение. Когда, знаете, там под ложечкой сосет, хочешь что-нибудь поесть. Просто стаканчик кефира и вообще красота. Вот такой кефирчик. Взяли. 10 литров стоит, знаете, сколько? 69 рублей, по-моему, что такое. Так, взяли томатную пасту. И кетчуп Балтимор. Как что у нас тут с пакетом? Равно, не знаю, не знаю. Так, кетчуп Балтимор. Балтимор. Как я уже говорила, вот такой кетчуп, в нем наименьшее количество сахара. Вот. Мы, правда, с Вовчиком стояли, смотрели. То есть, действительно, как бы, углеводов меньше всего в нем. Идет всего 15 граммов. Для сравнения, в кетчупе Хайнс, по-моему, там идет 25. Прикиньте, грамм на 100 грамм. Вот. А такой он вкусный. Он прям натуральный. Кетчуп Адмирал с чесночком. Классный вот такой вот кетчуп. Я не помню, сколько стоит. Вован взял. Вот. Нужна нам еще для супа паста томатная. В этих... В баночках не было. Но была вот такая вот паста, спаровская, в упаковке. Вот. Взяли. И все. Не помню тоже, сколько стоит. 270 грамм. Сейчас чек откроем, посмотрим. Вот. И это вот все, девочки, вы смотрите. Вот это вот все. Вот начиная вот от этого, да, вот так вот, от этого, от этого, от этого, от этого, от этого, от этого. Это все нес Вован. Че не слоя? Что не слоя? Ой, девчонки. Просто не смогла устоять. Зашла в спар, увидела и просто обомдела. В наше время, осенью, точнее, это в феврале, вот такая клубника, смотрите, стоит 260... Ой, какой аромат. Ой, стояла, нюхала, нюхала. 269 рублей. Вот такая клубничка. Здесь 250 грамм. Вот. Там еще была очень вкусная черешня. Я все на нее смотрю. Ну, блин, она такая дорогая. Что-то у меня вот все прям жаба душит. Вот. Взять ее. Стоит черешня, по-моему, что-то 300 рублей за 100 грамм. Вот. Но в этот раз я себе, видите, позволила немножечко, немножечко почувствовать аромат лета. Вот. Взяла небольшую упаковочку клубнички. Вроде такая неплохую коробочку выбрала. Хочу, знаете, может быть, даже с ягодкой пить какой-нибудь приятный напиток. Вот. И наслаждаться жизнью. Вот. Иногда можно себе позволить. Вот. Взяла клубничку. Дальше. Что еще несла? Я еще несла укроп. Стоит 69 рублей. Стоит 69. Не помню. 49, по-моему, за 100 грамм. Ну, за вот такую покупку. Дальше. Абан очень любят губки. Вот такие вот. Они самые хорошие. В общем, девочки, записывайте название. Лучшие губки по версии моей посудомойки Вабана. Вот. Вот такие лакристо. Карнавал чистоты. Ну, иногда, знаете, берешь губку, и она какая-то вся мягкая, там, не прочищает, не промывает. А это, видите, с такими, как бы, как песчинками. Ну, она такая, как дырявенькая такая. В общем, говорит, это лучшие губки. Вот он постоянно у нас посуду моет. И он уже эксперт стал в районе губок. Не помню тоже, сколько стоит. Ну, вроде недорогие. Вот. Такие вот губочки. Так, дальше. А я еще что несла? Я еще несла фейри. 159 рублей по акции. Вот такая огромная упаковка. Вот. 900 целых миллилитров. Вот. У нас заканчивается айос. Но, честно, хочу сказать, мне лично больше нравится фейри. Мне кажется, он самый такой четкий. Так. Что у нас тут еще? Еще. Еще. Тоже акция 149 рублей за штуку. 1 плюс 1. Это у нас такой бекон. Да, девочки? Фиксируем. Это у нас бекон дымов. Знаете, очень вкусно и с яшенкой, и вообще там, ну, какую-нибудь готовку еще. Вот. Дали еще. Дальше. Делаю еще вот такие полотенца с пар. Чисто на пробу. Вот. Потому что у меня заканчиваются те листики. Здесь 30 листов. 21 на 24. Я не знаю, хорошие или плохие. Стоит 89 рублей. Вот за такой вот рулончик. Здесь 30 таких, знаете, листочков. У меня обычно на одну тряпку уходит 2 листочка. То есть я их как-то складываю. Вот. И получается такая неплохая штучка. То есть, ну, знаете, пыль протер. Там что-нибудь протер и выкинул. То есть, знаете, вот эта старая схема, когда мы драли, там, я знаю, простыню, да, старую. Из нее получалось очень много тряпочек. Уже канули в лето. А вот есть такие профессиональные тряпки, которые действительно очень хорошо впитывают, очень хорошо все стирают. То есть, ну, и полируют. Вот. Знаете, на весну, когда будем мыть окна, это очень хорошее средство. Прям у нас уходит очень много таких тряпочек. Вот. И они очень классно моют. Девочки, чекайте. Но вообще я беру Эконта, Экола. Эколта или Экола? Не помню. Вот. Брала я обычно в пятерочке. Сейчас почему-то их там нету. Вот. Ну, в общем, взяла вот такие с парой попробовать. Все хотела найти на озоне. Что-то с руки не дошли. Так. Взяла себе еще вот такой вот сыр Бри. Бри Президент. Обожаю сыр. Бри. Вот. Мой закончился. Вот. Что-то я вот так быстро схомячила. Вот. Здесь у нас получилось... Нет. 356 это без акции. А так он стоит 149. Ну, я думаю, рублей 250 где-то он получается. 162 грамма. Очень вкусный. Обожаю. Обожаю сыр. Обожаю. Так. Взяла себе еще вот такую вот лепешку. Бездрожжевая. Ржаная. Очень вкусная лепешечка. Тоже. Так. Что у нас еще? Вот. Огурцы. Вот те самые огурцы, про которые мы говорим в начале. Стоит 369 рублей. Вот. Он говорит, возьми попробуем. Что за огурцы? Типа второй оборот. Наши нижегородские огурцы тепличные. Ну, в принципе, выглядит, знаете, как летом. Вроде как неплохие. Вот. И все. И последнее. Это у нас хлеб. Стоит 35 или 36 рублей. Это у нас финский завареновый. Вот такой вот хлебушек вкусненький. И все. Так. Вземь эту чек. Девочки, даже не вижу чек. Я тут потерялась. Потерялась и я. В общем, у меня весь стол, девочки, заставлен. Вот, смотрите. Видите, у меня начинают отсюда. Вот так вот мы идем, 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 идем. Здесь вот тоже все. Видите, сколько всего, да? Вот. В общем, заставлен весь стол. Много всего купили. Купили много овощей, фрукты, мяса. Вот. Купили на побаловаться, на ужин. Вот. Люблю. Сейчас вот забью с удовольствием в холодильник. Вот. Сейчас хотим поставить, знаете, вариться язык. Вот. Так что обязательно будем его пробовать. Ну, язык у нас там стандартное приготовление. Что там делают? Он просто протыкивает его чесноком. Вот. Ну, делает дырочки, протыкивает чесноком. Вот. Доводит до кипения, снимает пеночку и варит где-то часа два. Вот. Добавляет еще также туда горошек, лаврушку и соль. Все. То есть он отваривается и получается вообще шикарная закуска. Можно с хреном, можно вместо колбасы. Вот. Самое натуральное, вкусное. Причем, знаете, в спаре я смотрела там за 100 грамм вообще 300 рублей. Представляете? За 100 грамм отварного языка 300 рублей. Я такая, блин. А этот язык мы купили по 600 рублей за килограмм. Вот так вот. Так что это очень выгодно. Вот. В общем, вот такая огромная у нас закупка. Итого получилось. Мы все потратили. 5 тысяч. 5,5 тысяч на все, про все, да. А, ну если еще считать, что еще витамины, то получается 6,5. В общем, кучу бабла сегодня потратили. Но теперь, в принципе, у нас есть надолго овощи, у нас есть надолго фрукты, вот, у нас есть вкусняшки, то есть вот какая-то бытовая химия, мясо есть. То есть, ну, в принципе, на неделю закупка есть, да. То есть вот такая вот крупная. А так мы обычно просто ходим, там, подкупаем что-нибудь такое по мелочи, по мелочи, там, до 1000 рублей обычно там что-нибудь берем и все. А вот такие крупные закупки мы делаем где-то раз в неделю, раз в две недели. Вот. Все, 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 все. Буду сегодня пробовать клубнику, клубнику, посмотрим, стоит ли вообще ее брать и вообще нормально или не нормально. Но аромат у нее, конечно, девочки, уже потрясающий. Все, мои хорошие, всех любим, всех целуем. Сейчас быстренько сделаем салат с тунцом. Вот, там, смотрите, банка тунца, два яйца, большой огурец, вот, соль, майонез, перец, все. И очень должен быть вкусный салат. Вот, я увидела, хочу такое попробовать. Все, всех любим, всех целуем, девочки. Вот такая вот закупка, вот такой вот наш продуктовый набор, вот такие вот у нас цены примерно, да. Вот, пишите, что вы обычно покупаете, может кто-то что-то забыл купить. Кстати, пробовали ли вы, не пробовали клубнику, стоит ли брать. Вот, и как вы думаете, вот стоит ли мне взять в следующий раз попробовать черешню по 300 грамм за 100 грамм. Мне кажется, 3000 за килограмм, это как-то вообще, это прям жесть. Ну, хотя, знаете, она там прям вот такая крупная, прям хорошая. Ай, не знаю, разорится, не разорится. Посмотрим. Все, любим, всех целуем, увидите в следующих выпусках, моя хорошая. Всем всего замечательного. На хорошие продукты не стоит экономить денег, потому что, знаете, мы то, что мы едим, если мы едим всякое, там, знаете, фастфуд, всякие БПшки, там, просроченные продукты, красная цена и прочую фигню. Знаете, самое-самое дешевое, да, там, колбасу за 100 рублей. Вот, понятное дело, что в этой колбасе ничего полезного не будет. А если мы едим полезные, хорошие, вкусные продукты свежие, там, помидорки, вот, мясо нормальное, да, то, действительно, это вот все хорошее. Мы, знаете, редко достаточно заказываем домой что-то, вот, стараемся в основном сами все готовить, потому что, ну, готовить мы, в принципе, любим, но по настроению. Вот, так что увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, всем. Пока-пока. Пока-пока.